Здравствуйте! Рассмотрим тему изменения степени окисления ОВР. Баланс атомов кислорода в исходных и полученных веществах в полуреакциях показан в этой таблице. В левой части это исходные вещества, в правой части получившиеся вещества. Здесь нужно смотреть, где кислорода больше, в правой или в левой части, и какая среда. Первое. Кислая среда. Кислорода в правой части меньше, в левой части больше. Тогда надо ко всем веществам прибавить 2H+, а в левой части дописать H2O. Если нейтральная щелочная среда, тогда в левой части нужно написать плюс H2O, а в правой части 2OH-. Еще раз повторяю, смотрите на кислород. В левой части кислорода в данном случае больше, а в правой, в получившейся, меньше. Теперь рассмотрим наоборот. Кислорода в левой части меньше, а в правой части больше. В левой части меньше, а в правой части больше. Если кислая или нейтральная среда, тогда в левой части пишется вода, а в правой части 2H+. Если щелочная среда, тогда в левой части пишется OH-, а в правой части пишется H2O. Это надо выучить наизусть. Или иметь эту таблицу под рукой, когда вы будете составлять полуреакции. Рассмотрим качественную и количественную характеристику ОВР. Сначала качественная характеристика ОВР. Первое, степень окисления. Второе, емкость окислителя. Третье, запись процесса. Четвертое, правило определения степени окисления. И пятое, правило составления уравнений ОВР. Например, первое, степень окисления. Возьмем Купрум СО4. У Купрума степень окисления плюс 2, у кислорода минус 2. Вверху запишем, дважды 4, 8 минусовых зарядов у кислорода. А у меди плюс 2. Число отрицательных зарядов в молекуле должно быть равно числу положительных. Так как в целом молекула электронейтральна. У нас минус 8 и плюс 2 отнимаем от 8. 2 получается 6. И заряды здесь плюс. Плюс 2 и плюс 6. 8 положительных и 8 отрицательных. Значит, правильно мы поставили степень окисления. Второе. Емкость окислителя и восстановителя определяется числом принятых и отданных электронов. Возьмем марганец О2. Марганец здесь плюс 4. Вправо смотрим. Был марганец плюс 4, стал марганец плюс 7. Значит, он отдал еще 3 электрона и превратился в плюс 7. Теперь влево смотрим. Был марганец плюс 4, стал марганец нулевой. Значит, ему нужно принять 4 электрона, чтобы превратиться в марганец плюс 4. Запишем это ниже. Марганец О2 был марганец плюс 4, превратился в марганец плюс 7, значит отдал 3 электрона. Марганец О2 был марганец плюс 4, превратился в нулевой, принял 4 электрона. Количественная характеристика ОВР. Первое. Эпсилон. Емкость. Потенциал представляет. Напряжение буквой ФИ. ЭДС. Третье. Константа равновесия. И четвертое. Гальванозапись. Емкость. Это число определяет возможно максимальное изменение данного состояния окисления, как в сторону его увеличения, так и уменьшения. Если емкость равна единице, то реакция идет быстро. А если емкость большая, то реакция идет в несколько стадий. Если реакция идет медленно, тогда потребуется катализатор. ЭДС равно емкость окислителя минус емкость восстановителя. Тут два варианта. А. Если ЭДС больше 0, реакция идет. Б. Если ЭДС меньше 0, реакция не идет. Узнаем по справочнику Лурье. Существует отдельный справочник Лурье. И по нему узнают все эти цифры. Узнаем по справочнику Лурье.